В Украине агрессии, подчеркиваю, геноцидно-террористической агрессии со стороны оси зла, союза Российской Федерации, Белоруссии, Ирана, Китая, Северной Кореи, которые ведут войну против Украины. Это реальная сегодня ось зла, это реально сегодня военный блок, военно-политический, финансово-экономический, энергетический блок, который ведет войну против Украины. Так вот, в результате этой годичной войны, по данным ООН, наконец, если брать там февраля данные, то с Украины выехало, пересекло границу и выехало 19 миллионов человек. Ну, считалось, что перед войной в Украине там было где-то 42 миллиона человек, хотя никто точно не знает, помните, там были разные электронные опросы делались и так далее, там вообще 37 или сколько там, 39 миллионов было. То есть, это такая цифра загадочная, но вот можно говорить, что вот с начала войны, вот за этот год 19 миллионов выехало, обратно вернулось 10,6 миллиона, так? И за границей остается на сегодняшний, ну, на начало, на конец февраля оставалось 8,5 миллионов украинцев, причем из них уже 4,9 миллиона имеет статус временной защиты въезд, то есть уже почти 5 миллионов, я думаю, уже сегодня 7 марта, я думаю, уже 5 миллионов украинцев, это украинки, ну и есть мужчины, конечно, которые раньше выехали или сумели как-то по-другому выехать. Вот, это люди с более пожилого возраста, дети, конечно, вот уже где-то 5 миллионов человек с Украины уже имеют статус временной защиты из вот этих, собственно, 8,5. Но, надо говорить, что я так считаю, что где-то, ну, давайте так, 8,5, я думаю, уже будет где-то к половине марта будет около 9, 9 миллионов будет, и будет очень быстро идти получение статуса временной защиты, оно расширяется, оно уже становится более отработанным, По сути, уже как бы этот механизм становится более автоматическим. То есть можно утверждать следующее, что вот статус временной защиты из тех 8,5-9 миллионов, которые уже находятся за рубежом, я думаю, где-то к лету будет их уже, если сейчас 4,9, значит, где-то 5, 5, ну, где-то 7 миллионов точно будет, может даже и больше. Далее ситуация следующая, что по разным опросам, которые там делались разными международными структурами, получается так, что одна треть украинцев желает вернуться в Украину, вдумайтесь, одна треть. А вот одна треть уже как-то для них это все не актуально. Почему? Потому что они уже, собственно, эти одна треть, они уже сумели там адаптироваться. Вот. И они уже даже как бы себя верифицируют, что как бы они уже определенная часть, они имплементируются в ту страну, где они находятся. Ну, прежде всего, это Германия, это Польша, прежде всего, ну, и другие, там, и, так же, скажем, Чехия, и Словакия, то есть, уже это сотни, счет идет на сотни тысяч, но если даже в Испании там больше 160 тысяч, там где-то 1060, в Португалию туда вошло, это вообще, как говорится, в Италии и так далее. То есть, это уже счет идет на десятки, сотни тысяч. И количество, ну, если Польшу брать, там вообще какие-то астрономические цифры называют, что там уже чуть ли не 1,2 миллиона получили фактически уже статус такого, как бы, достаточно постоянного пребывания. Ну, будем называть, как бы, уже статус временного пребывания, и более половины уже так или иначе адаптируются и уже работают. То есть, ну, демографы, даже Элла Лебанова, я считаю, очень профессиональные, они, если бы кто-то слушал, серьезно, да, вот, а надо слушать, потому что тот же правительство, тот же Шмигаль должны слушать, там же та же вице-премьер, как там ее, это, наша... Ну, и Резников и другие, и по экономике, там их фамилии, там же их не поймешь, они там меняются, Верещук та же, да. Они должны, конечно, были бы пригласить Лебанову, чтобы ее институт сделал серьезный анализ текущей ситуации и рассказал министрам, там надо их собрать, там весь Кабмин надо собрать, министров, замминистров, чтобы они хотя бы осознавали, там, с офиса президента, может, главу был администрации, там, военных и полевых, чтобы они понимали, может, даже руководство армии пригласить, что происходит. Потому что, как бы, все находятся сейчас в раже войны, да, война страшная, ситуация, 18% территории Украины оккупирована, потеряна, включена в состав Российской Федерации, аннексирована, то есть ситуация тяжелейшая. Но, уже, если говорить, как бы, реально, то уже за вот этот год значительная часть, миллионы людей выехали со страны. Это не считая тех, еще где-то что же миллионов, 9, которые, 10, может, которые не называют же цифры, все же скрывают внутри страны, которые переместились с южных и восточных областей в западные области и там находятся. Многие из них, так или иначе, тоже там адаптируются и уже не поедут в эти южные и восточные области, в которых они жили. Так вот, смотрите, что получается. То есть, по мере того, как война удлиняется, война укореняется, война входит в реальность, расширяет свои границы, все больше людей решает, что они уже или вообще не вернутся в Украину, если выехали, или не вернутся в те области, из которых они выехали и пока находятся еще в Украине. И вот это очень важный вопрос, колоссально важный. Какой из этого вывод делаем? Вывод следующий, что, по сути, война, ее длительность приводит к тому, что люди меняют свой статус, свое место проживания и свое гражданство как таковое. То есть, уже одна треть, вот из этих пяти миллионов, одна треть, ну это два, ну сколько там, почти два миллиона можно говорить, да, я думаю больше, потому что, ну, половина уже, на сегодняшний день уже половина тех женщин с детьми, люди более зрелые там возраста, плюс мужчины, которые выехали, они уже не вернутся в Украину. Зеленский, Шмигаль и прочие вы, вы понимаете, что это значит или нет? То есть, это женщины детородного возраста, это женщины с детьми. Что произошло? Дети пошли в школы, дети пошли в техникум, дети пошли в училище, в колледжи, дети пошли в университеты, все. Все, они уже адаптировались, они уже, дети быстро очень учатся этому языку, они привыкают, у них появляется привычка, традиция. Там некоторые мне пишут, о, там посудомойками, там еще кем-то, там уборщицами работают. Это не имеет значения, кем они начинают, это так всегда было, везде всегда, кто как устраивался. Одни так, другие снизу начинали, третий находили какие-то другие источники, четвертым с Украины помогают, мужья и так далее, родственники. То есть, все везде по-разному, все везде по-разному. Но это уже люди, миллионы, которые сделали свой, так скажем, цивилизационный выбор. И таким образом, если война продолжится, вывод какой делаем, если война продолжится, и, как обещает Зеленский, и там заложные, и там другие, что якобы будет наступление. Ну, чем оно же закончится, никто не знает, да? То есть, если фронт будет стоять, если не будет прорыва, если украинские войска не прорвутся и не освободят еще части Украины, например, левый берег Херсона, там и пойдут в Мелитополь, сумеют ворваться, потеснят этих московитов, выбросят в Крым и так далее. Сумеют этот мост взорвать крымские, украинские войска. То тогда, как бы, ситуация еще может стабилизироваться. И, во всяком случае, отток миллионов с Украины, женщин, детей и людей старшего возраста, он чуть-чуть приостановится. Если этого не произойдет, вот, ну, реально, скажем так, где-то это июнь месяц, критическая точка. Вот если не происходит улучшение для Украины на фронте, если в это время, вот, в марте будет потерян Бахмут, то есть, будет поражение, понятно, если будет потерян Бахмут, они прорвутся, подойдут совсем в притул к Славянску и Краматорску. То есть, это Славянск-Краматорск будут превращены в то, что сейчас превращен Бахмут, там, и Маренко, Авдеевка и прочее. То есть, будут уничтожены эти два города. И все, кто живет в Славянске и Краматорске, они должны будут бежать в другие города. Но, если российские войска, особенно ЧВК этого Уткина, Пригожина подходят к Славянску и Краматорску, то понятно, что вблизи тогда получается, что РСЗО российское будет уже добивать до других городов, которые за Славянском и Краматорском стоят. То есть, для Украины потеря Бахмута – это, фактически, катастрофа, прямо будем говорить. Плюс это территориальная катастрофа, это захват новой территории, это катастрофа с точки зрения морального состояния духа, это сразу миллионы ломанутся тоже на выезд, причем мужчины пойдут, просто сметут нафиг эти все пограндпункты и все, просто выйдут мужчины, кто хочет уйти, уйдут и все. Ну, тем более оружия ж много, там в Днепре сказали сдавать оружие, а что это люди будут сдавать оружие? Кто сказал, что в Днепропетровском, бывшем, ничего случиться не может, и туда московиты не прорвутся? Это ж сдать оружие легко, как его потом обратно получить? Уже видели эти страшные кативни, убийства массовые, Херсонии, Запорожье, там, где людям не дали оружие, правильно? Киевчеву стоял, Чернигов, Киев, Сумы, потому что там было оружие, поэтому люди оказали сопротивление. А в Херсоне, Запорожье, там не раздали оружие, потому что там предательство было, это известно. Так вот, получается, что потеря Бахмута, она сразу приведет к росту, огромному росту выезда за границу. А учитывая, что там за границей уже многие потихоньку укореняются, плюс формируются громады такие, как бы совместные системы, их все больше, потому что надо как защищаться, правильно? Поскольку мужчин нету, значит, надо выстраивать такие сообщества, которые бы позволяли за счет солидарности, за счет быстрого обмена приходить друг к другу на помощь. Это правильно, так надо делать, кооперативы создавать, надо создавать какие-то совместные, какие-то производственные, так сказать, сообщества и так далее, и так далее. Идти на землю надо, надо производством сельхозпродукции, ее переработкой делать, пищевая, там, услуги и так далее, и так далее. Ну, не мне рассказывать, я думаю, те, которые уже выехали, укоренились, то есть они быстро это осваивают. Плюс они приобретают лингвистические навыки, они учат этот язык, там, польский, словацкий, чешский, немецкий, дети учат, то есть это все происходит очень быстро, быстро, быстро и быстро. Таким образом, критическая точка, как бы, это первое, бахмут, то есть если бахмут будет потерян, то это приведет еще сразу 3 миллиона минимум сразу покинут Украину, которые там уже, как бы, в сомнениях находятся. Плюс из той трети, которая сегодня там уже 5 миллионов, которые уже осели, да, вот, вернее, даже не 5, прошу прощения, это я неправильно вам цифру назвал, 5 это уже имеют статус, даже больше, а всего там около 9 миллионов осело. То есть 1 треть, то есть 3 миллиона еще типа хотят вернуться. Естественно, потеря бахмута, пролом фронта, выход к Славянску и к Краматорску сразу приведут к тому, что это количество людей сократится, и вот эти 9 миллионов, они уже четко определяются, что они остаются и никуда не будут возвращаться. Плюс, конечно же, сейчас будет огромный все равно поток людей, молодых, которые с детьми, матери учатся, их дети или получили неполное среднее образование, или среднее, или решают, что им делать. Еще раз говорю, конечно, выезжать. В Украине уже нет образования, уже практически его нет. Среднего образования нет, во многих, на юге, востоке уже там просто его нет. Высшего образования нет, среднетехнического нет. Это все просто уже рудименты. Это остатки образования, системы образования. Поэтому, ну, уже вообще, пользуйтесь моментом, пока еще эти аттестаты, эти свидетельства об образовании еще более-менее принимаются все-таки в этих странах. Поэтому немедленно надо ехать. То есть, уже в Украине, кто имеет детей, вам просто нечего делать. Это объективная реальность. Объективная реальность. Поэтому целые города разрушены, кто их будет восстанавливать. Не верьте в эти все фантазии, что кто-то будет, когда, какие деньги, кто. Украину рассматривает Запад просто как плацдарм, который уничтожает Российскую Федерацию. Все. Поэтому из этого исходить.